Портрет Любовь Авторская программа Владимира Легойды «Порсуна» Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать «Порсуны» наших современников. Сегодня у нас в гостях Анна Долгорева. Здравствуйте, Аня! Здравствуйте! Спасибо большое, что вы пришли. И в сложные дни сейчас, перед тем, как мы к первой теме перейдем, по традиции, по замыслу программы, я вас попрошу ответить на вопрос «Кто вы?». Вот как вы сегодня, здесь и сейчас отвечаете на вопрос «Кто я?». Анна Долгорева. Поэт, журналист, военный корреспондент. Автор семи сборников. Лауреат литературных конкурсов, в том числе Григорьевской поэтической премии. С 2015 года регулярно совершает командировки в зону вооруженного конфликта в ДНР и ЛНР. Я человек, который умеет складывать слова в предложения и очень сильно чувствовать. В общем, больше я ничего не умею. Поэтому, кстати, у меня, на самом деле, я считаю свои стихи довольно плохими. Потому что это все, ну, в основном, они просто просильные чувства, которые я умею там передавать людям. А в остальном я не знаю. У меня много лет не было ощущения, кто я. Я искала. И мне кажется, я только сейчас как-то начинаю находить ощущение того, кто я такая. То есть вот то, что вы сейчас сказали, это недавнее чувство, да? Вы не годы с ним живете? Нет, это как раз то, что я точно знаю. То есть то, с чем я уже определилась, поскольку определяюсь я медленно. Вот. В остальном же я только начинаю находить себя, понимать себя. Все, что я пишу, у меня получается про христианство. Потому что вот именно вот этот вот свет, это внутреннее, это ключевое, да? Ну, вот такая Анечка образующая. Я читал, что один из ваших псевдонимов – это Алон Сакихана. На всякий случай напомню, дорогие друзья, что это настоящее имя великого литературного героя, которого мы знаем как Дон Кихот. Вот. Вы Дон Кихот? Бесспорно. Или Алон Сакихана? Я стараюсь смотреть за псевдонимы и маски. Поэтому, конечно, Алон Сакихана. Алон Сакихана – живой, беззащитный и теплый человек, да, который выбирает себе путь, который он считает путем воина. И на этом пути он надевает, да, вот это вот ржавое ведро на голову и становится Дон Кихотом. Но он существует. Не только смешной Дон Кихот – пародия на рыцарей, но и благородная идалька Алон Сакихана из Ла-Манчи. Он есть. Но там есть еще финал, когда Алон Сакихана как бы отказывается от всего того, что было. Вот вы как это воспринимаете? Это обретение себя настоящего. То есть для вас, ну, как вы сказали, поскольку вы стараетесь смотреть за маски, да, это принципиально, что это не Дон Кихота, а Алон Сакихана? Алон Сакихана никогда не переставал быть Алон Сакихана. Просто он пытался забыть о том, что он существует. Все мы, в общем, рано или поздно, ну, не все мы, да, но многие из нас рано или поздно начинают стараться забыть о том, кто мы на самом деле такие. Потому что, ну, существуют какие-то маски, которые мы хотим примерить, существуют какие-то социальные роли. Я, например, помню, у меня был период, когда я в Питере жила, я очень пыталась примерить на себя такую вот роль роковой женщины. Я тогда неплохо довольно выглядела, вот. И я любила там всякие готические тусовки, вот, да, там надевать какие-то там роковые платья и приходить там, выбеленные волосы у меня тогда были. В общем, смешная я была. Потом были другие какие-то социальные роли. Но это, в общем, ничего страшного, если мы их примеряем. Проблема в том, что, примеряя на себя разные социальные роли, мы зачастую, да, действительно успешно вживаемся в них и забываем себя. А потом вот приходится откапывать. Вот я сейчас уже, как бы, некоторое количество лет пытаюсь себя откопать под этим всем. Просто тут у вас стопроцентное попадание в меня, потому что это одна из моих самых любимых книг «Дон Кихот». И у меня, поэтому я еще вас чуть помучаю. А вы часто к ней обращаетесь, к этой книге? Или это что-то вот... Нет, это скорее что-то, что мне светит. Я, кстати, мне часто бывает такое, что я мысленно обращаюсь к книге, да, вот я, мне кажется, что я ее прекрасно помню, начинаю перечитывать, понимаю, что я упустила какое-то очень много деталей. Да, вот, например, там «Войну и мир» я перечитывала раз пять. И вот сейчас я ее снова перечитываю и понимаю, что я забыла столько вообще подробностей, так... Ну, дырявая, да, голова, конечно. Но в перечитывании же самое интересное то, что текст не меняется. А мы меняемся. Не на одну букву, а мы все время читаем новый текст, да? Но я почему про Дон Кихота спросил, вот я тоже много раз его читал, у меня отношение менялось в плане восприятия героев. То есть мне вначале нравился Дон Кихот, а сейчас я, так сказать, у меня период Санчо. Я считаю, что Санчо глубже, интереснее, умнее, благороднее. А у вас какое-то изменение отношения именно к книге этой было, нет? Ну, я, кстати, у меня стихи про Санчо Панса были еще в 2008 году, именно вот от его лица, кстати. Видите, как интересно, да? Да, ну, потому что он действительно очень трогательный. Вот он обращается, не знаю, вот я... Я, у меня есть термин, да, внутри меня обращается к моему детству. И вот каким-то образом вот эта вот трогательность Санчо Панса, она обращается к моему детству. Вот детством я называю не период, как бы, когда я была босоногая, а нечто, внутренний ребенок, назовем это так, да, вот что-то вот это вот абсолютно светлое, незамутненное в душе, что есть у каждого человека, что совершенно невозможно потерять. Вот, вопрос в том, насколько ты с этим контактишь. Да, внутри себя. И вот, да, Санчо, это про мое детство, конечно, вот это внутреннее. А что еще обращается к вашему детству? Ой, очень много. Я выбираю на самом деле людей, то есть люди, которые вот становятся мне близкими. Это, например, всегда люди, которые каким-то образом резонируют с вот этим моим детством. Вот стоит мне увидеть в человеке некоторую, да, вот эту вот беззащитность и ранимость, и вот это вот мое детство сразу начинает разгораться, разгораться изнутри. Вот, ну вот, да, вот в детстве, ну как в юношеском возрасте мне на глаза тогда попалась книга Веры Полосковой, и понятное дело, что, конечно, все 20-летние девочки любят Веру Полоскову. Мне очень запало тоже в душу две строчки тогда. У меня к нему знаешь детство, а детство это неизлечимо. Это вот, наверное, термин, который описывает вообще мои отношения с моими близкими людьми. Угу. А вот, коль скоро мы начали с литературы, а что еще, вот, кто еще из героев, помимо Санчо, обращается к вашему детству? Вы «Войну и мир», сказали, вы перечитываете, там кто-нибудь обращается к вашему детству? Это очень смешно, но Долохов, потому что я вижу в нем беззащитность и надлом, и безоговорочно у меня включается это самое детство. Ну, я бы сказал, если не сколько смешно, сколько неожиданно, вот, но очень интересно. Парадоксально, да. Да, интересно. Интересно. А у Федора Михайловича кто-нибудь обращается? Вы же человек, как сказать, воспитанный шеститомником Достоевского. Да-да-да, униженная, оскорбленная. Вот это вот вообще про мое детство. Ну, тут еще потому, что я отчитала в 9 лет. Ну, как бы, я человек тяжелой жизненной судьбы. У меня дома было огромное собрание классики. Вот. И, как бы, ну, едем мы, например, с папой в санаторий. Вот. Папа берет туда книжку Достоевского. Я там беру тоже какие-то книжки. Такое санаторное чтение. Да, мгновенно я прочитываю, значит, свои книжки и отжимаю папу Достоевского. Как бы, дальше папа страдает без книжки, а я, как бы, вот, вырастаю человеком надломанным Достоевским. Да. Вот. Ну, если говорить, кстати, вот у Достоевского так прям вот здесь именно вот и с персонажей, пожалуй, нет. Вот его персонажей... Ну, кстати, Порфирий Петрович, может быть, отчасти. Вот. Если про Чехова говорить, то это, конечно, Фирс. Ну, там понятно, да? Вы в 16-м году, беседуя с Прилепиным, еще определяли себя скорее как агностику, сказали, я скорее агностик, да? И через 4 года в другом интервью вы сказали, что до войны жизнь была пустенькая, бессмысленная, в ней не было Бога. И мне было все равно жить или умереть. А вот, вот, когда в ней появился Бог, как менялись отношения с ним у вас? Как они меняются сейчас? У меня, конечно, в жизни моей появился Бог с его резкого отрицания. Потому что до войны я вообще не задавалась этим вопросом. И я тогда вообще, я играла в готическую девочку, и вот я тогда раскладывала карты Таро, вот, отмечала там праздники равноденствия, все. Это, конечно, было больше про эстетику, вот, чисто, да? И как-то я к этому всему не обращалась. Дело в том, что я была человеком, ну, как бы, у меня верующие родители, и я в детстве вот была там человеком верующим. Я в церкви искала там отдохновение, а потом я очень крупно нагрешила, и после этого мне стало в церкви прям нехорошо становиться. Я приходила туда, чувствовала себя виноватой, и исповедоваться как-то я не могла, и все это стеснялось, тяжело. И как-то я вообще-то от этого всего отошла и забила. Вот. Вот. Когда погиб мой любимый человек, первой моей реакцией было, конечно, полное отрицание. То есть раз такое может произойти, значит, никакого бога вообще нет. А учитывая, что он еще был, как бы, атеист, совершенно убежденный, и такая, значит, по-христианской вере, как бы, атеисты должны попадать в ад. Все, не нужна мне, короче, христианская вера. Вот. Но, естественно, после такой трагедии вообще атеистам остаться очень сложно. Не бывает атеистов в окопах под огнем. И я начала как-то это все искать. Было это очень тяжело, потому что я совершенно точно понимала, что христианская вера, я ее вообще в себе заглушить не могу. Она из меня лезет в стихах. То есть о чем бы я ни писала, получается, про христианство. Ну, как-то надо, наверное, приходить в гармонию с этой, как бы, штукой. Потому что, ну, как бы, не можешь пидеть, да, возглавь. Но, как бы, начала я читать тогда как раз, ну, про смерть, да, вот то, что о посмертии пишут. И мне не повезло. Моя воцерковленная подруга мне сказала, ой, с этого точно не надо начинать, это очень жестко. Ну, в общем, я испугалась, как-то поняла, что все, наверное, плохо у Лешки, у моего, по этим книжкам. Начала искать, как бы, варианты другие. Католичество предложило мне офигенную концепцию чистилища. Думаю, во, это же оно. Некоторое, то есть несколько лет я подползала к католичеству. И, в общем, почти подползла, но что-то у меня срывалось. То есть я даже ходила на курсы катехизации. Ну, тоже они что-то как-то срывались, вот у меня, то есть не получалось. То есть я там пропускала какие-то занятия в поездках. Но я, в общем, была скорее нацелена все-таки однажды их пройти, да, и вот пройти катехизацию. Пока прошлой осенью, да, вот осенью 21-го года, я не поехала в Туму. А там совершенно замечательный священник, отец Михаил. Вот, и мы тогда останавливались с подругой в доме при церкви. Она вот как раз подруга у меня, Наташа, воцерковленная. А я начала с отцом Михаилом спорить, прям начала его подкалывать, подкалывать, подкалывать. А он как бы, он сам бывший айтишник там в крупной компании, как бы он рассказывал. Сам кого хочешь подколет, да? Да, говорит, вот у меня было все хорошо, но в какой-то момент я понял, что я вот от такой жизни, наверное, выйду в окно. Потому что мне вот Бога нужно как бы в жизни. И вот он реально там бросил много денег, пошел как бы на священника, переучился. И вот сейчас в Туме. И как-то мы с ним так зацепились, что на следующий день я пошла на исповеди причастия. И после этого мне стало, в общем, намного гармоничнее жить. Я до сих пор не могу себя назвать воцерковленным человеком. Вот у меня возле дома есть храм. Я туда уже начала потихоньку ходить, ставить свечки, значит, за наших солдатиков. Благо вот там, ну, хорошие люди, вот. И я хочу туда все-таки дойти уже нормально, вот тоже исповедоваться, причащаться. Но, ну, страшно мне, конечно, это все. А вот сейчас у вас какие с Богом отношения? Ставлю свечки и молюсь за наших солдатиков, я же говорю. То есть какой-то бесконечный диалог с Богом у меня не прерывался вообще никогда. То есть я в этом диалоге как бы постоянно нахожусь. Ну, то есть, а с кем мне еще поговорить-то? Я человек довольно одинокий. Вот. Родители у меня далеко, и, в общем, ну, мало контакта я с ними поддерживаю, к сожалению. И все-таки, несмотря на то, что друзей у меня много, ну, как-то не обо всем ты поговоришь. И вот так обращаешься к Богу и разговариваешь с ним. Вот. Или там с Ксенией Петербургской, моей любимой, святой. Вот. Но поскольку, я же говорю, я социофоб, то есть мне вот именно проблема, мне нужно начать ходить в церковь. А поскольку я социофоб, да, как бы людей в церкви тоже боюсь. А вы сказали, атеисты попадают в ад. Атеисты попадают в ад? Я очень надеюсь, что все-таки это необязательно. Вот. Вот. Я говорила об этом и со священниками, и с воцерковленными друзьями. Я думаю, что все-таки есть надежда у нас у всех. Безусловно. Я тоже так думаю. И вообще, мне кажется, что как только мы распределяем, начинаем распределять кого куда, то, в общем, мы Бога убираем и садимся на его место и начинаем сами решать. Вы как-то сказали, что вы человек всегда и во всем сомневающийся, а хочется вот остановиться и просто верить. А что это значит, вот, просто верить? Не задавать каких-то вопросов? Вы думаете, это возможно вообще? Возьмем эту вот тему по смерти, которая меня все-таки очень беспокоит, потому что я продолжаю Лешку любить, и всегда, вероятно, буду его любить. И как бы у меня на него большие планы после смерти. Вот. Естественно, совершенно непонятно, что с нами там будет. Настолько непонятно, что чем больше я об этом думаю, тем вот у меня, наконец-то, даже, наконец-то, какой-то страх смерти начал появляться. Вот. Сама удивляюсь, потому что, ну, у меня его не было никогда. Ну, это какая-то нарушенность в голове такая была. Какой-то фатализм глубокий. Вот. Но я, честно говоря, наверное, я действительно остановилась на том, что Господу виднее, и он как-то во всем этом разберется. А страх смерти, он же по-разному может проявляться, да? Это может быть такой глубинный страх небытия. Вы же сейчас не про это говорите, да? Скажем так, это не то, что страх, но я конкретно поняла, что мне не хочется умирать. Наконец-то мне не все равно. Ну, вот недавно, короче, в десяти метрах от нашей машины прилетело две мины. Одна из, короче, сто двадцать вторая, и вторая поменьше с беспилотника что-то скинули. Там как раз над нами беспилотник летал. Я не могу сказать, что, да, я испугалась в этот момент. То есть, конечно, там она громко по ушам дернула. А дальше-то что? Ну, как бы не от меня же все зависит, да, от водителя. Вот. И скорее такая, да, о, круто, прорвались, вообще нормально там, выехали. А страха нет, потому что не от меня это все зависит. И вот у меня какой-то страх вообще может быть только когда что-то зависит от меня. Да, вот что нельзя облажаться. А когда от меня ничего не зависит, ну, просто, ну, я не могу испытывать страх. Ну, вот, правда, это работает в отношении меня. Когда в отношении вот других, когда вот за ребят, за которых я волнуюсь, у меня вот это вот прям какая-то примета такая, что когда я волнуюсь за человека, с ним все нормально. А когда я выдыхаю, вот, да, вот погибает. Вот недавно просто вот это, это седьмого, кажется, было июня, а третьего июля, значит, ЛНР освободили. И у меня в шестнадцатом БТРО воевал товарищ Костя Кот. И я думаю, что, господи, наконец-то все, 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 все в порядке. Вот. Уже ни с кем из шестнадцатого моего БТРО ничего не случится, как бы. И буквально через пару дней Костя подрывается на меня. Вот. И вот я просто, я теперь боюсь. Вот. И товарищ мой другой тоже вот, ну, как раз сейчас под изюмом, наверное, вывели их. Говорит, ну, типа, ну, что ты переживаешь? Ну, реально же тебя ничего не зависит. Вот. И я говорю, что лучше я попереживаю. Аня, вот вы сказали, ну, собственно, об этом многие говорят, про окопы и про то, что там не бывает атеистов. У меня был здесь Александр Сергеевич Ходоковский, и он на эту тему так говорит. Он говорит, что, конечно, не бывает, но это еще вот не вера, но в смысле не христианство. Это скорее, если это начинается в окопах, это понимание, ну, своей ограниченности. А вот вера, это когда ты уже, ну, начинаешь понимать, собственно, в кого ты веришь, там, для чего и так далее. Вот вы что по этому поводу думаете? Ну, скажем так, да, путь в тысячу ли начинается с одного шага. И вот когда уже этот, ну, ну, то есть, например, тоже в Изюме по располаге, где мы находились, прилетели хаймерсы, 6 штук. Там ребят было очень мало, почти все находились на боевых, 13 человек в располаге находилось. И, ну, прилетает конкретно, да, по зданию, и все выскакивают. То есть один легкий трехсотый немножко посекло осколками парня, который спал в офицерской. Причем, на самом деле, там еще, как бы, в офицерской должно было три человека спать, и вот как раз по их кроватям прилетело жестко. А их не было, потому что одного ранило, а второй за ним поехал. Ну, вот, и вот, ну, реально, как бы, люди после такого, да, действительно начинают верить. Дальше уже зависит все от того, сделают они, да, следующие шаги, шаги осмысления или не сделают. И вот мне кажется, что уже хотя бы этот первый шаг очень важен, да, потому что, ну, для меня все началось вот с, какого-то вообще признания для себя, что вот все-таки Бог есть, как бы, христианский Бог, а уже дальше я пошла, как бы, ну, вот, думать, искать. А вот это вот чувство, о котором мы говорим, да, вот эти отношения с Богом, они попадают в ваше детство? Бесспорно, потому что, ну, вот, я помню, что, ну, у меня одно из самых ранних воспоминаний, как меня бабушка учит молиться. Я же до сих пор, ну, как бы, наизусть знаю, и отчинаши, и Троица, и Богородица, и Дева, радуйся. Вот тогда, да, вот мне было года четыре, вот бабушка меня учит молиться, и все детство, там, ну, вот, наверное, до вот этого самой вот юности, когда я крупно нагрешила, у меня каждый вечер заканчивался вот тем, что я читаю эти три молитвы и молюсь за здравие и за упокой близких. Это вообще, наверное, и есть ключевая какая-то история моего детства, потому что, ну, вот этого вот света внутреннего, да, и потому-то у меня, потому-то я и пишу, возможно, да, все, что я пишу, у меня получается про христианство, потому что вот именно вот этот вот свет, это внутреннее, это ключевое, да, вот, ну, вот такая Анечка образующая. Анечка образующая, это прекрасно, это очень хорошо. Если ты все время понимаешь, что ты стреляешь с живого человека, то ты, ну, как бы, кукуха-то отлетит. На гражданке люди там ходят реально к психологу, чтобы научиться бережному общению без нарушения границ. А там они как-то сами все это берут и постигают. Удивительное дело. У вас была колонка «Социальные сети подтверждения нашего существования». Вот когда вы пишете там «Социальные сети подтверждения нашего существования», вы, с одной стороны, как мне показалось, критикуете это, да, вы даже где-то иронизируете над этим, а с другой стороны, вы в другом месте сами говорите, «Я интроверт, мне тяжело общаться, социальные сети – это отдушина, через которую я могу поговорить с людьми, это для меня важно». Вот как раз… Это вот про что? Смотрите, это как раз… Я почему и критикую, и иронизирую, потому что это мне близко. Потому что не запостила, значит, не было. Это абсолютно про меня. Поэтому я как бы со страшной силой там спамлю фоточками, там, заметочками. И вообще это какая-то, конечно, ярмарка тщеславия, но, по крайней мере, нужно там, да, себе как-то напоминать, подтверждать, что там я есть, у меня вообще-то все неплохо, не так уже плохо. То, что я это немножко высмеиваю, конечно, я высмеиваю. В данном случае я саму себя в том числе высмеиваю. Я бы сказала, что это, ну, такой психологический механизм. И вообще, конечно, в здоровой психике нет необходимости, да, вот это вот бесконечно подтверждать, что у тебя все хорошо. Фиксировать это все. Ну, у кого из нас здоровая психика, Господи помилуй? А вот в этом смысле мы же сейчас про надежду глобальную, да, говорим. Вот это, что мы с вами сейчас констатировали, да, что мы подтверждаем, это же касается действительно многих, свое бытие через записи в сетях. В этом есть какая-то надежда? Мне кажется, скорее что-то обратное, нет? Ну, я бы сказала, что это, конечно, про глобальную, ну, мне так кажется, что это про глобальную неуверенность в собственном существовании вообще. То есть, ну, это вот, это мое, да, почему? Я вот вообще ни в чем действительно, я же говорю неуверенна, в том числе, я не всегда уверенна, что я там есть, что вот, что у меня все хорошо, нужно себе это как-то доказывать. Это такой компенсаторный механизм. Я бы не сказала, что это про что-то высокое, что это, это такое, ну, вот, чисто техническая штука психики. Вы говорили, что хорошие стихи делают мир лучше, а плохие, ну, ничего не делают, да? Вот не сочтите за придирку, а как стихи, искусство вообще, как они делают мир лучше, ну, миллионы людей читали хорошие стихи, они стали лучше, эти люди? Мне кажется, да, немножечко стали. Я вообще, ну, как бы, я эту формулу вывела, опять-таки, в достаточно юном возрасте. То есть, когда, там, лет в 15 я задумалась, зачем я живу, как бы, я стала думать вообще, а что я умею? Я умею писать. Мне казалось тогда, что я пишу, там, конечно, божественное, потрясающее, как всем 15 лет так кажется. И я думаю, короче, вот, я буду писать хорошие стихи, они делают, вот, написал хорошее стихотворение, там, его кто-то прочитал, и там на долю миллиметра стал все-таки лучше. Ну, потому что действительно хорошие стихи, они все-таки частицу Господа несут, вот, как, ну, есть, вот, по-настоящему хорошие стихи, в них есть дыхание Бога. И, как бы, ну, там, наша задача его передать. И, короче, я думаю, и моя, значит, задача сделать так, чтобы эти стихи, там, все вообще читали, как бы, и становились лучше. Счастье, да, для всех даром никто не уйдет обиженным. Вот, конечно, такой механизм, ну, понятное дело, что человек 15 лет, как бы, да, вот, серьезно об этом думает. Но, тем не менее, да, я считаю, что мы становимся, мы делаем лучше, делаем стихи стихами, хорошими стихами, мир лучше. А если, просто, в современной поэзии очень много чистой игры ума. И это может быть интересно, да, можно получить удовольствие от прочтения. Но там нет вот этого вот дыхания небесного, которое по-настоящему делает прочитавшего на долю миллиметра лучше. А вот в чьих стихах вы чувствуете это дыхание, если мы сейчас не ограничиваем вообще никаким периодом? Ну, вот, скажем так, мне кажется, что совершенно безнадежные черные стихи Есенина из цикла «Москва-Кабацкая», они несут это максимально, потому что вот у Есенина как раз, да... Безнадежные черные? Ну, они черные и кажутся безнадежными. Но при этом они пишутся из позиции вот того света, которое я называю детством, да. Это пишет человек, детству которого плохо сейчас, потому что он находится вот на дне. И поэтому, да, вот когда мы их читаем, мы особенно остро чувствуем вот этот вот свет детства Сережи Есенина. И эти стихи, мне кажется, да, действительно, вот в них есть сияние, которое лучше нас делает. А можно сказать, если вот этот ваш образ продолжить, что Пушкин – это стихи из детства, которому хорошо. Да, Пушкину вообще хорошо. Ну, потому что он Пушкин, потому ему и хорошо. Да, да, вот именно у Пушкина тоже. Но вот я как человек с большим, там, человек максимальных внутренних конфликтов, да, вот мне вот именно ближе Есенин из его трагедии. Вы должны любить Довлатова тогда? Ну, Довлатова местами, скажем так. Ну, мне кажется, что это же вот, это, конечно, не стихи, но это тексты, где детство почти затоптано, нет? Ну, вот именно, вот мне кажется, для меня слишком оно затоптано. Все-таки вот это вот, да, вот оно иногда пробивается сквозь этот, там, довлатовский цинизм, назовем это прямо. Но вот все-таки там слишком мало конфликта, потому что детство слишком подавлено. Конфликта уже практически и нет. Ну, это мое субъективное расприятие. Ну, естественно, это самое интересное и есть. Вы как-то сказали, что вот в том числе на войну вас привел, если я правильно сейчас вспоминаю, вот интерес того, что происходит с людьми. Ну, такая примерно была мысль. А вот какое, по-вашему, вы сделали, если можно на этот вопрос ответить, самое важное наблюдение за людьми, надежды на человека, вот с тем опытом, который у вас сейчас есть, стало больше или меньше? Да, пожалуй, больше. Я все-таки действительно... Нет, не то чтобы... То есть я думала, что на войне люди ожесточаются. Оказалось, что нифига они не ожесточаются. И они как-то очень доброту удивительную, трогательность и, опять-таки, детскость некоторую сохраняют. Даже, наверное, в большей степени, чем в мирной жизни. Вот я потом, кстати, наблюдала, как они приезжают в мирную жизнь и выглядят совершенно потерянными детьми. Потому что здесь все такие взрослые, а они там еще остались. У них вот эта вот наивность, да, вот эта прекрасная. Потому что, ну, как бы, да, на войне, с одной стороны, тебе необходимо быть... Ну, теоретически, да, тебе на войне необходимо быть жестоким. Практически ты, конечно, не думаешь о том, что ты убиваешь человека, когда ты убиваешь врага. Да, враг, конечно же, обезличивается. При этом мне приходилось общаться с человеком, который с артиллеристом, командиром батареи. Его батарея во время Дебальцева случайно отработала по неверным координатам. Насколько я помню, да, это наша разведка, наверное, координаты дала неверные. И он отработал по... Я так поняла, что там было несколько домиков мирных. Он говорит, я после этого хотел застрелиться. Но сначала было некогда, нужно было работать, потом как-то отошел. Вот, но он говорит, что это самое страшное, пожалуй, его воспоминание. Вот. И я вижу просто, насколько, да, как бы не воспринимается, да, люди не становятся более жестокими, потому что противник не воспринимается как человек. Плохо это или хорошо, мне кажется, это нормально, потому что это помогает сохранить все-таки как-то вот психику. Ань, но вы же сами вот в другом интервью говорите, что самое страшное, что может случиться, это расчеловечивание. А это с нами, с мирными, здесь. А там, там это, ну как бы, блин, если ты все время понимаешь, что ты стреляешь с живого человека, то ты, ну как бы, кукуха-то отлетит. Так она и отлетает, мне кажется. Нет, нет, я же говорю, они сохраняют удивительную человечность, они сохраняют доброту. Мы едем, там останавливаемся, там детишки стоят, машут руками, обязательно всех этих детишек там накормить, там что-то им дать. Нет, они действительно, то есть, ну как бы, они не сходят с ума. Они, наоборот, становятся проще, наивнее, возможно, как-то светлее даже, потому что вот и братство это, которое на войне удивительное, да, братство, взаимозащита, взаимопомощь, это, ну я не... Ну может, я сама просто с ума сошла как бы уже, вот, и всего этого не вижу, но люди там действительно, я еще удивлялась, насколько люди там чуткие и деликатные. Вот как-то на гражданке люди там ходят реально к психологу, чтобы научиться бережному общению без нарушения границ. А там они как-то сами все это берут и постигают. Удивительное дело. А расчеловечивать противника нельзя нам, нам, которая находится на гражданке. У нас как раз это максимально важная задача, не дать себе превратить противника в понимать, что на той стороне противник – это человек. Вот, и это такие вот два крыла войны, и, ну, оба они очень важны, потому что сохранять, сохранять любовь, человечность – это вот наша задача на гражданке. Вот, когда, скажем так, я пытаюсь практиковать терпение и смирение, я на это, ну как бы, у меня организм отвечает очень просто, у меня температура взлетает, как бы. Я же говорю, мне это все действительно, ну, как бы, очень тяжело дается. Я умею писать стихи. Собственно, моя задача, как бы, I do my best, да, как бы, ну, делать то, что ты хорошо можешь делать, и делать это максимально хорошо. Человек имеет право терпеть зло? Насчет терпения я вообще могу ответить очень коротко. У меня его нет вообще, в принципе. Вот. Я думаю, что человек вообще на все имеет право, да, как бы, потому что Господь дал нам свободу выбора. Ну, конечно, мне это не близко. Ну, а у вас есть какой-то критерий, когда вы понимаете, что вот здесь вы не готовы вот это терпеть, а здесь вот, ну, можно, наверное, потерпеть как что-то, что вам кажется не вполне правильным? Ну, скажем так, да, вот в отношении себя, когда, там, мне делают неприятно, я могу потерпеть, могу не потерпеть, в зависимости от того, ну, как бы, там, какие последствия. Например, когда меня, там, командир батальона ругает за, там, косяк, который я допустила, вот, и ругает жестко, мне, с одной стороны, конечно, хочется возмутиться, вот, а с другой стороны, как бы, я понимаю, что, ну, во-первых, ругает, конечно, за дело, во-вторых, мне еще с ними работать, как бы, вот, так что, ну, как бы, лучше потерпеть. А если происходит, ну, я не знаю, как бы, когда происходит что-то, там, в отношении, там, слабого на моих глазах, то, как бы, ну, а, во-первых, зачем терпеть? Вот, во-вторых, как бы, ну, никакие последствия не могут быть страшнее, чем если ты, там, промолчишь в этой ситуации. С терпением, значит, мы разобрались, в том смысле, что вы сказали, что оно вам не свойственно, а есть вот такое понятие, я всегда в этой теме к нему, ну, или часто к нему обращаюсь, смирение, вот вы его как понимаете и находите где-то в себе, где-то его или нет? Ну, вот, опять-таки, смирение, мне кажется, оно заключается в том, что, в том, что в осознании, что вообще, как бы, Господу реально виднее. Вот, и я вот эту штуку, я пытаюсь освоить, но, опять-таки, мне это тяжело дается, вот, когда, скажем так, я пытаюсь практиковать терпение и смирение, я на это, ну, как бы, у меня организм отвечает очень просто, у меня температура взлетает, как бы. Я же говорю, мне это все действительно, ну, как бы, очень тяжело дается. А вот я как раз хотел про это спросить, потому что как вот вы соединяете вот то, что Господу виднее, и то, что вы хотите сделать мир лучше, что это абсолютно искреннее, вот, выстраданное ваше чувство, да? Но в нем есть какой-то... Вы чувствуете в нем опасность? Потому что, когда мы хотим сделать мир лучше, мы исходим с того, что мы знаем, как его сделать лучше. Да нет, как бы, наоборот. Ну, то есть, у меня вообще ситуация максимально простая, как бы, ну, как бы, что ты умеешь, да? Как бы, хорошо умеешь. Делать мир лучше. Нет, я умею писать стихи. Собственно, моя задача, как бы, I do my best, да? Как бы, ну, делать то, что ты хорошо можешь делать, и делать это максимально хорошо. Вот, тебе, как бы, дали, там, талант писать стихи, вот и работай с этим. И сверяйся, да, как бы, с какими-то, вот... Ну... Да, конечно, впасть в грех гордыни, да, и решить, что... Ты волен решать. Но мне кажется, что, ну, как бы, все равно, как бы, у нас с одной стороны есть, там, какая-то свобода воли, и мы, там, можем что-то накосячить. Но мне кажется, что максимум-максимум мы можем накосячить в отношении, там, как-то себя и своей души. Ну, куда уж больше-то. Я просто сейчас подумал, что... Правильно я понимаю, что, когда вы говорите, вот, делать мир лучше, это не в смысле менять мироустройство, да, а это вот то, что, вот, условно говоря, не зарывать свой талант в землю, да, вот то, что вы можете делать, то, что получается, делать вот это, вот в этом смысле менять. Ну, да, когда ты понимаешь, что ты можешь в этой ситуации, да, сделать что-то хорошее, то не сиди на месте. Ну, на самом деле, это, как бы, касается не только, там, того, что тебе дано, да, но вот, например, когда была первая волна ковида, я совершенно понимала, что я, ну, не могу я сидеть, я сойду с ума, если буду сидеть. И тогда, как бы, Таня Аржемирская, она как раз делала организацию «Мемедик», в которой мы помогали врачам, да, там, ну, волонтерили, там, типа, младшим профессионалом. Я пошла, и мне стало намного спокойнее. Хотя, конечно же, там, я волонтерила тогда в КП Виноградова. Я, конечно же, подхватила этот ковид, но мне все равно же было спокойнее, что я хоть что-то делаю. А вот, кстати, что вы сейчас думаете про вот этот период пандемический? Что для вас было там самым важным в этом? Ну, для меня, я же говорю, самым важным было не сидеть на месте и делать хоть что-то. Но это вообще для вас всегда важно. Вы даже говорите, что у вас эта форма такая, да, как бы, реагирование на происходящее. А так, ну, вот, ограничения меня не пугали совершенно, потому что, во-первых, я, ну, на фрилансе, на удаленке и была до того, как это стало мейнстримом. Мало гулять, мало ходить по улицам. Вот. Тоже, в общем-то, я же говорю, интроверт. В общем, нормально, как бы, меня ничего особо не... Хорошее было время. Да. Аня, вот три года назад вы написали, я даже не знаю, как сформулировать то, о чем я пишу. Это не про любовь, это не про войну. Иногда про войну, иногда про любовь, иногда про котиков. Но в массе это больше про дух, который рыщет, где хочет. Вы можете это сейчас повторить или что-то поменялось? Да, совершенно так. Потому что, как бы, да, Акын, что вижу, то пою. Обычно-то меня не связывает какая-то конкретная тема, и я пишу, ну, более разнообразные темы. Но да, в общем-то, я надеюсь, я бы хотела, ну, как бы, по крайней мере, я стремлюсь к тому, что даже когда пишешь про войну, чтобы это было про дух. Вот. Хотя, конечно, я не могу сказать, что абсолютно все мои стихи, это вот, вот, там, присутствие духа какое-то есть, потому что, конечно, иногда я пишу стихи просто компульсивно, когда меня переполняет какая-то эмоция, мне нужно ее прожить и отреагировать. Вот. Ну, по ним видно, на самом деле, они вот явственно хуже. А вот у вас сегодня замечательная была формулировка, вы сказали, если я сейчас не перепутаю, что хорошие стихи, в них чувствуется дыхание Бога, да? А бывает, когда вот к вам это приходит, вы пишете, и вдруг вы чувствуете что-то другое, дыхание кого-то другого, с другого места. Знакомо вам это чувствование? Вы знаете, нет, я как-то... Я вообще очень боюсь... Да, наверное, я боюсь этой темы искушения, боюсь этой темы дьявольской, да, вот. И, по крайней мере, я никогда этого не ощущала. Возможно, потому что я плохо смотрю, возможно, еще почему-то... Вот мы как раз недавно в Луганске с одним моим знакомым богословом обсуждали, да, там, Ивана Франко, который там на старости лет влюбил, значит, молодую полячку, и там в стихах говорил, типа, ну, что-то вроде там... Я уже не помню, но что-то вроде я душу дьяволу продам за ночь с тобой. Вот для меня это, например, ну, как бы... Я вообще как-то живу, не особо-то вспоминая про вот эту другую сторону, да, как бы... Ну, в общем, даже как-то и не задумывалась. А как можно, находясь вот там, где идут боевые действия, про это не вспоминать? Мне кажется, что все-таки наша-то война, она праведная, что как ни пафосно это звучит, с нами правда, с нами Бог, мы сражаемся за Россию. И в этом всем действительно я вижу настолько вот мощное Господнее присутствие, что больше ни о чем, как бы, и... По крайней мере, наши ребята, они, ну, за правду. Понимаете, я, в общем-то, человек, вот, ну, как отец Михаила, вот это вот, который из Тумы, который меня обратил окончательно к православию, он потом, я видела, что писала, значит, познакомился там с этой девушкой прошлой осенью, такой человек европейских совершенно ценностей, мне было удивительно, что она поддержалась под спирацию, а я действительно, в общем-то, всегда была человеком там либеральных европейских ценностей. И, ну, как бы, то, что... То, что с патриотизмом, это во мне, как бы, вполне умещалось, другой вопрос. И вот, конечно же, весь этот постмодерн, вся эта ирония, постирония, она мимо меня не прошла, и мне, конечно, всегда немного неловко говорить вот такие вот простые и вещи, простые и глобальные. То есть мне каждый раз, да, действительно страшно вот это произносить, да, когда я говорю, что, ну, с нами Бог, но это же правда. Вы сказали про то, что важно не расчеловечивать противника, да, и вот на стороне противника сейчас есть люди, которые думают точно так же. Что вы думаете по этому поводу? Я бы хотела верить, что на стороне противника есть люди, которые думают так же. Я их пока не наблюдаю, честно говоря. Люди, с которыми я дружила и общалась, я же выросла, ну, вот половина детства у меня там в Харькове прошла, потом я переехала в Киев, и у меня было там много друзей. И сейчас эти друзья, они либо переехали в Россию, либо совершенно как-то сошли с ума. Я общалась до последнего, я общалась с девушкой из Киева, которая, да, действительно, она была там в правом секторе, запрещенной в России организации, но при этом она понимала, да, что мы, например, люди говорила, что вот, ну, про меня там она говорила, что, ну, типа, я там знаю твои убеждения, ты там еще до того, как в Россию переехать, ты была там, как бы, совершенно последовательно все делала. Вот. Но уже, по-моему, ну, то есть понятное дело, что их обрабатывают пропагандой, понятное дело, что они сейчас находятся тоже в стрессовой ситуации, которая способствует всему этому расчеловечиванию. Я, в общем, понимаю все эти механизмы, но, к сожалению, из моих знакомых я не могу привести пример уже, наверное, ни одного человека, который, который бы не поддался. Вот если говорить, да, про ту сторону, да, то вот это то, что я наблюдаю. Это люди, которые полностью потеряли способность к пониманию и состраданию. Это очень-очень страшно. И все это люди, с которыми мы дружили. Разное, опять-таки, бывает предательство. Ну, все-таки, это некоторое движение души. Понять и признать, что я несчастна, потому что я глубоко одинока, это было вот, пожалуй, важный шаг, но неприятный. В поэме конца у вас есть такие строчки. Я родилась, выросла в Харькове. Я не разговариваю с собственным братом с 2014 года. Я даже родителей прошу не упоминать его в разговорах. Я с теми, кого бомбили, мой брат с теми, кто их бомбил. Вы не простили брата? Я перестала с ним разговаривать в 2014 году, 2 мая, когда он пошутил про жаренных колорадов. Я пыталась на какое-то прощенное воскресенье, по-моему, в 2016 году, я написала ему, Серега, ну вот давай ради родителей, давай, я готова тебе простить, давай помиримся. Он мне ответил. Я считаю, что это его выбор. Я думаю, что если он придет, скажем, и извинится передо мной в какой-то момент, и я поверю, что эти извинения искренние, я смогу его простить. Но в данной ситуации никак. Как тогда различать непрощение и расчеловечивание? Я понимаю, что это разные вещи, но вот чем они? Потому что когда мы не прощаем, когда мы говорим то, что вы сейчас сказали о тех людях, я понимаю, что у вас есть все основания так говорить. Это разве не шаг к какому-то расчеловечиванию? Непрощение, мне кажется, отличается от расчеловечивания, расчеловечивания тем, что ты понимаешь, что на той стороне живой человек и знаешь, что при определенных обстоятельствах все-таки примириться с ним ты сможешь. Ты не оставляешь надежды его переубедить, не оставляешь надежды, что он как-то придет к спасению. В случае расчеловечивания перед тобой монстр из, не знаю, там, какой-нибудь компьютерной игрушки. Ты забываешь, что это человек. В своем представлении ты не оставляешь ему шанс на спасение, только на мучительную смерть. Мы сегодня уже начали эту тему говорить. Вы сказали, что когда что-то происходит, вам очень сложно сидеть на месте, и вам нужно в это вовлечься. И вот в колонке как раз февральской этого года, как раз непосредственно перед тем, как все началось, вы написали, что человек абсолютно беспомощен, когда рядом с ним происходит чужое горе. И у меня есть своя психозащита, когда там начинается ад, я туда еду. А как еще человек может реагировать? И почему человек беспомощен? Почему вы написали именно эти слова? Ну, потому что когда рядом с тобой погибают мирные, например, ты абсолютно ничего не можешь с этим сделать. Во-первых, они уже погибли и продолжают гибнуть. Во-вторых, это действительно обычно не в твоих силах. Это прекратить, если ты там не носишь генеральские, скажем, погоны. Большинство из нас, скажем, прямо их не носят. Вот, например, сейчас по Донецку летит, в Донецке гибнут мирные люди. Что я могу с этим сделать? Ну, абсолютно ничего я не могу с этим сделать. Я не могу там побежать и всех их закрыть руками. Поэтому и осмыслять это, это для меня, конечно, чудовищно, кошмарно. Вот, ну, из Донецка просто я приехала буквально вчера. Вот стоило как бы приехать, да, по нему начало лететь. Что с этим можно сделать? Ну, нужно понять вообще, какую помощь ты можешь оказать, да, людям, которые находятся в аду. Кто-то там едет сам там на машине там возить, вывозить, эвакуировать мирных. Кто-то привозит гуманитарку, кто-то там на эту гуманитарку скидывается, кто-то молится. Это тоже на самом деле, ну, помощь. Нужно, ну, как бы, ну, я не знаю, честно говоря, ну, то есть какая некоторая деятельность, да, а осознавать, что рядом происходит ад и полностью ничего не делать, ну, я не представляю, честно говоря. Мне кажется, что от этого можно сойти с ума. Ну, или как бы вторая версия, да, не пускать в себе в голову, как бы, понимание того, что рядом происходит ад. Просто взять, закрыться. Типа, этого нет, я в домике. Да, так тоже можно, но, ну, я презираю такую позицию. А вот как раз про это я хотел спросить. Вы сказали как-то, что самое страшное это равнодушие, это страшнее предательство. Я сразу скажу, что я, вот я лично с вами согласен, у меня есть какое-то свое объяснение, но большинство людей будут говорить, что предательство самое страшное. И вот я просто это знаю, потому что в теме прощения я часто спрашиваю, что простить сложнее всего, и самый частый ответ это предательство. А вы почему написали, что равнодушие, а не предательство? Ну, предательство, ну, разное опять-таки бывает предательство, ну, все-таки это некоторое движение души. Равнодушие, когда у предателя есть шанс на самом деле, душа его все-таки двигается, а равнодушие это когда твоя душа застывает, да, вот в каменной следе какой-то, там как муха, как в янтаре, да, и у этой неподвижной души, мне кажется, меньше шансов спастись, чем у души, которая двигается хоть как-то. Да, это как холоден или горяч, может быть, даже что-то такое. А как вы относитесь к популярной в разных кругах сегодня фразе «не забудем, не простим»? Ну, скажем так, эта фраза, она истрепалась очень сильно и потеряла свое значение. Мне кажется, она сейчас, ну, я не могу сказать, что она сейчас как-то актуальна, да, ну, что «не забудем, не простим», да, как бы, нужно не прощать, да, а исправлять, спасать, как бы, а что, будем сидеть? Но вы допускаете для себя ситуацию, когда не истрепана эта фраза, и вы с ней готовы в чем-то солидаризироваться? Ну, если брать, например, тех людей, которые жгли в Одессе в Доме профсоюзов, да, как бы, людей, вот, возьмем этих, например, националистов, которые конкретно жгли. вот, да, смотришь на них и понимаешь конкретно, не забудем, и мы этого им, и, ну, как бы, простить, ну, тоже, честно говоря, не очень представляю, как это можно простить. Вот, но мне кажется, что все-таки эта фраза, ее нужно в исключительных, исключительных случаях применять. Сейчас я про нее ничего не могу сказать, потому что, ну, как бы, это как, она выглядит, как рекламный, там, плакат, повешенный 10 лет назад, уже выцветший просто на солнце, и уже эти слова просто не читаются. Вот, великая княгиня Елизавета Федоровна, после покушения на своего мужа, вы знаете, на этот знаменитый эпизод, она пошла в тюрьму, к террористу, который его убил. Она правильно поступила? И подарила ему Евангелие? Да. Он, кстати, над ней, насколько я понимаю, не то, что посмеялся, он сказал, знаете, у меня ничего личного нет к вашему мужу. То есть, он не был тронут этим поступком, он сказал, что вот, просто по-другому этот мир изменить нельзя, и это не лично против вашего мужа, это против... Ну, я здесь обоих могу понять, вот, и, в общем-то, я совсем не монархист, прямо скажем, и, конечно, я выросла совершенно на советских книжках, на советской литературе, и это до сих пор тоже вот такая очень часть меня, но и поступок великой княгини, да, он, конечно, прекрасен, если это был, конечно, не пиар-ход, а искреннее движение души. Думаю, что тогда не знали пиара. Мне кажется, пиар-ход существует столько, ну, как бы, понятие пиара, да, существует столько, сколько наше общество, и особенно, как бы, да, какая-то там политическая общая система. Вот. Ну, и, как бы, если мы исходим из того, что, да, это искреннее движение души, то это, конечно, ну, прекрасный ход совершенно прекрасной женщины. А вы себя представляете в этой ситуации? Не знаю. Не уверена. Вы сказали про книжки, и я помню, что в интервью вы называли Гайдара, и Овод, и Телли Леон Войнич, и Островского, мою любимую, как закалялась, стали с детства, ну, и Есенин сегодня вспоминали. А помните, в Оводе есть такая сцена, когда герой обращается к человеку, ну, вот, имя вылетело, ну, который... К Монелле? А? Ну, который к своему, так сказать, отцу. И говорит, меня в детстве это пронзило, я до моего какого-то знакомства с христианством, он говорит, за что вы его любите? За пробитые руки посмотрите на мои. А вот вы бы сейчас что ответили на это? За то, что это, в общем, единственный, к кому можно всегда прийти и тебя не оттолкнут. По крайней мере, да, вот, ну, да, тебя там могут оттолкнуть в церкви, но Христос тебя не оттолкнет никогда. Даже если там на каких-нибудь бабушек ужасных напоришься, ну, бывает такое, как самое страшное в церковной жизни. Вот, Христос тебя не оттолкнет. Вот, абсолютно любой человек может тебя предать и оттолкнуть. Христос не предаст и не оттолкнет. А вы, сейчас же тоже не просто так это сказали, то есть вы живете вот с этим глубинным пониманием того, что действительно абсолютно любой человек может предать и оттолкнуть. Ну, скажем так, я в довольно позднем возрасте пришла к этому пониманию. Мне пришлось пару раз очень сильно разочароваться в людях, в том числе в очень близких, которых я совершенно этого не ожидала. Но мне пришлось перестроиться с какого-то абсолютного базового доверия к людям на понимание, что действительно тебя, ну, даже если это говорить не о предательстве, слабость какую-то может проявить любой человек, или ты там придешь к нему там найти утешение, а он, ну, там занят или ему не до того. Вот. А когда твоя устала, измученная душа приходит к Христу, у него на тебя всегда есть время, и он тебе вот это некоторое отдохновение и успокоение всегда даст. Аня, вот мы с вами начали с того, как бы узнать, кто ты на самом деле, да? И вот вы сейчас сказали о понимании других, а вот в этом узнавании себя, в поиске себя. Что было для вас самым неожиданным, а может быть неприятным? Ну, наверное, самым неприятным было понимание того, насколько я человек одинокий, несмотря на то, что у меня много друзей. Я действительно, ну, вот в какой-то... Я же говорю, у меня пока это очень медленный процесс понимания себя. вот, и, например, понять и признать, что я несчастна, потому что я глубоко одинока, это было вот, пожалуй, важный шаг, но неприятный. А скажите, пожалуйста, вот про эти книжки, которые мы вспоминали, в том числе и советские, а вот вы сейчас как их читаете? Ну, как на них смотрите? Ну, я по-прежнему очень люблю и Овода, и Островского, и, кстати, вот Гайдара я недавно перечитывала, вот мне он казался таким детским раньше, а это, ну, такая крутая литература, я до сих пор плачу над этой голубой чашкой, над судьбой барабанщика. Ну, то есть я вообще не очень, как бы, склонна там рыдать, я вообще, ну, не умею там рыдать. То есть я не плачу, например, от горя, я плачу либо от обиды, либо когда вот это вот пресловутое детство, такое оно розовое, мягонькое, да, вот такое вот светлое у меня в душе, когда его там задевают, а задевают его обычно книги и фильмы, потому что, ну, в жизни там какие-то крайние ситуации, такие кинематографичные, случаются не очень часто, ну, бывает, кстати, вот, от горя я плакать, ну, почти не умею, и вот я читаю Гайдара, и я плачу натурально. А что это, это сентиментальность? Нет. Вы не похожи на сентиментальность? Нет, это не сентиментальность, вот я помню, что в литературе различаются течение романтизма и сентиментализма, и это скорее романтизм. Вот, я же говорю, когда вот у меня, вот это вот беззащитное, мягенькое, розовое, когда его трогаешь, да, вот, у меня хоба, сразу слезы на глаза, вот, а это, ну, как бы беззащитное и мягенькое, оно вообще не про сентиментальность, то есть я человек довольно ехидный, но когда вот это вот, появляется это в тексте, да, вот нечто простое и живое и настоящее, да, ну, вот сложно объяснить. Вы определили себя как-то, как человек ушибленного Достоевским, а это хорошо или плохо? Ну, скажем так, да, когда ты на том же Достоевском вырастаешь, мне кажется, ты уже немножко по-другому смотришь там на мир, вот, для меня Достоевский, конечно, невероятно увлекательный писатель, увлекательный, увлекательный, да, я вот недавно перечитывала бесов, которых я там не читала с детства, я просто там не могу, сижу, не могу оторваться, вот, я там, когда начинаю, ухожу в некотором, да, там, драматическое отрицание, я всегда говорю, что, а, я Николай Всеволодович Ставрогин, вот, хотя, конечно, ну, приятнее себя там ассоциировать с Настасьей Филипповной, но, увы, нет, как бы, приятнее с Настасьей Филипповной? А что ж там приятного-то? Ну, она такая роковая и драматичная. да, для самой себя прежде всего, наверное. да, да, вот, и, ну, для меня Достоевский действительно невероятно увлекателен, я не во всем, скажем так, да, там, разделяю взгляд Достоевского на мир, я все-таки, да, несколько больше пассионарна, вот, и с моим, вот, пассионарностью, да, то есть, ну, я, да, я там читаю и спорю, вот, с тем, что читаю. А вас не раздражает князь Мышкин? Нет, я им восхищаюсь, он в детство попадает? Он, нет, вот, кстати, у героев Достоевского немало кто в детство попадает, но князь Мышкин, это вот, пример человека, я очень восхищаюсь людьми, да, которые, у которых есть, да, назовем это, скиллы, которых нет у меня, и вот князь Мышкин, да, это вот персонаж, которого, ну, я бы хотела, да, освоить некоторое мышкинство. А что там, какие там скиллы? Там, по-моему, сплошные косяки вообще один за другим. Вот мягкий свет вот этот вот. Которого всем очень жестко вокруг. Ну, это уже их проблема. Это хорошо. Ты хорошо. Слушайте, то есть, у Достоевского вообще нет героев, которые в детство ваше попадают? Ну, вот, нет, там есть герои, которые мне интересны, которые я восхищаюсь, которых я влюбляюсь, но вот так, чтобы именно вот это вот розовое попадали, мягенькое, не особо. Интересно. Может быть, там их и правда нет. Вы знаете, до войны мне казалось вообще, что в мире существую только я, как бы у меня очень важное страдание, да, вот, а все остальные, они, ну, как бы не могут страдать. Вокруг меня очень много боли и смерти, и, конечно, я не могу этого не чувствовать. Меня совершенно потрясла и растрогала история, которую вы в одном интервью рассказали про вас, шестилетнюю, когда вы увидели рекламу, и папа это увидел, и взял вас, и вы пошли, он купил вам эту шоколадку. Я когда вспоминаю, вот тут у меня часто слезы реально начинают течь. Даже у меня начинают течь. Это совершенно потрясающая пронзительная история. А что вы еще чаще всего вспоминаете вот из детства про родителей? Я очень часто вспоминаю, ну, вот если брать какую-то квинтэссенцию моего детства, да, это лето, это вот деревня в Белгородской области, откуда папины родители, и речка Ворскла, там, верховье Ворсклы, и мы с мамой идем по полю, которое разнотравием заросло, и пахнет почему-то барным молоком очень, мы идем по этому полю от речки к дому. И это все вот такой вот мой потерянный рай, от которого я, из которого я расту, из которого вообще я происхожу, к которому я обращаюсь, да, вот как Есенина в Москве Кабацкая обращается, ну, вот к своей бабушке на самом деле, бабушке, не матери, и в самые тяжелые, да, вот жизненные моменты, да, вот я вспоминаю вот это вот светлое, прекрасное, или вот когда, мы же совершенно, у нас денег не было никогда, потому что, ну, папа был инженером-ракетчиком на Украине в 90-е, ну, как бы, да, все понятно. И вот, я помню мой там день рождения, когда мне 9 лет исполнялось, и когда там родители шутили, что подарим тебе леданок, леданок, леденец на палочке. Я думаю, ну, блин, ну, наверное, правда подарят леденец на палочке, короче, просыпаюсь, я там такая, дрын от лопаты, и к нему привязан леденец. Вот, ну, там мне на самом деле, там еще книжку, шли мы с этим всем, значит, на речку, короче, вот, а я там еще книжку читаю, книжка, она про подростков, про молодежь, и, короче, мама спрашивает, ну, как я говорю, ультракайфовый супербалдеж. Вот, и я до сих пор, когда мне очень хорошо, я внутри себя говорю, ультракайфовый супербалдеж. Вот, к сожалению, редко приходится. Но вот это вот именно такое вот ощущение, когда ты самый любимый в мире ребенок, и лето, и речка, и, и просто, и просто счастье. Вы сказали, когда у вас как-то спросили, как происходящее на Донбассе на вас повлияло, вы сказали, именно там я научилась видеть людей. А вот видеть людей, это что? Это любить людей? Вы знаете, до войны мне казалось вообще, что в мире существую только я, как бы у меня очень важное страдание, да, вот, а все остальные, они, ну, как бы не могут страдать. И когда я, например, обижала маму, мне казалось, вообще возмущалась, как бы, это же она меня обидела, а то, что я там ей что-то, какие-то гадости омерзительные говорю, вот, ну, это же я защищаюсь, и я вообще там не верила, что мужчины, там, которых я встречала, с которыми я встречалась, и которых вроде как любила, что они там могут страдать как-то. Вообще, то есть это был какой-то, ну, чудовищный эгоизм, нарциссизм, когда вот твои переживания важны, а все остальные, ну, ты даже не представляешь, что они могут как-то страдать, переживать. И именно на Донбассе, наблюдая я действительно человеческие переживания, а ведь мне тогда тоже было очень тяжело, я же вот похоронила человека, которого действительно любила, с которым собиралась не до конца жизни прожить. Наблюдая людей, учась понимать людей, я научилась их любить и по-настоящему сострадать. Это очень сильно меня изменило. То есть, когда вы говорите, я вот сейчас подумал, что я совершенно неверно понял вас, когда вы говорите, я научилась видеть людей, вы не имеете в виду, что вы научились проникать в сердцевину их, так сказать, личности, а что вы увидели людей вокруг себя, нет? Да, да. Про это больше вы говорите? Да, действительно. То есть, понимаете, когда вот этот вот мой, ну, как бы, юношеский нарциссизм, который у меня был до войны, ну, я сейчас, возможно, слишком резко там про себя говорю, про себя тогдашнюю, уходя тоже в некоторую крайность, но мне сейчас кажется, что я вообще людей вокруг себя не видела, и люди мне казались с манекенами какими-то. и, в общем-то, я даже не могу сказать, что там, мне казалось, что я, например, человека люблю, а на самом деле я там человека, там, не знаю, хочу себе, вот, хочу, чтобы там, он меня любил, там, дырки мои какие-то, там, закрывал внутри, вот, ну, как-то так, а тут я действительно научилась людей, ну, как-то понимать, сострадать, разбираться в них, в общем, перестала фокусироваться на себе. Ну, вы там же говорите, что это умение, к сожалению, со мной навсегда, и когда журналист уточняет, почему к сожалению, вы говорите, что это очень тяжелое умение, почему оно тяжелое? Ну, потому что, например, я помню историю, после которой я с Донбасса уехала, ну, это тогда, это на Трудовске, под Донецком прилетел снаряд, погибла бабулечка и сын ее, инвалид, авганец. И я, когда начала вот расспрашивать соседей о них, когда начала узнавать их историю, меня тогда чудовищно, конечно, накрыло. И вот вообще все это, когда ты не просто понимаешь, что там, о, люди погибли, трагедия, не забудем, опять же, не простим, а когда ты начинаешь вдумываться в этих людей, вычувствоваться в их истории, ну, это так больно. И вообще эмпатия, как бы, оказывается, это очень больно, потому что, когда людям плохо, а ты уже это все понимаешь, ты уже не можешь от этого закрыться и спрятаться в свой домик, но это очень тяжело. любовь, это про боль? Про то, что ты, в общем-то, разделяешь от счастья чувства других, а учитывая, скажем так, где я нахожусь в основном, то, да, как бы, в основном вокруг меня очень много боли и смерти, и, конечно, я не могу этого не чувствовать. Я просто сейчас вспомнил, что вот, я читал у Андрея Сергеевича Кончаловского в одной его книге, что любовь это всегда про боль. И я там из контекста представлял это про то, что любовь это всегда про твою боль из-за того, что задевают тебя. Сейчас я вот подумал, когда вы говорите, я это вспомнил, фразу, но подумал, что ее можно и по-другому, да, понять. Любовь это всегда про боль, потому что тебе больно, когда задевают других. Потому что ты не можешь уже от чужой боли спрятаться. Да. Может быть, это и есть христианство. Как-то нельзя от Христа спрятаться. Я не знаю, я же говорю, я пока действительно очень начинающий. Я, видимо, тоже, я тоже не знаю, но... Но это... Про Кота Феликс не могу вас не спросить. Он там ведет страницу, да, ведет с вашими... Ведет, но поскольку я сейчас, как его пресс-секретарь, очень мало бываю в Москве, тоже мне очень, конечно, от этого грустно, потому что, ну, Кот Феликс для меня такая очень рекреационная зона, когда он приходит своими лапками, по мне топчется. тоже это существо, которое меня безоговорочно любит. И... Ну, как бы... А я с ним редко бываю, редко его наблюдаю, так что и страничка сейчас практически не ведется. Вы же его взяли из приюта в Луганске, да? Ну, как из приюта? Тогда пошла бегать, значит, хозяйка приюта и наткнулась на котят, которые были в коробке, заклеены скотчем. Она их вытащила, оперативно отдала на передержку, значит, какой-то тетеньке, которая их выпаивала молоком из бутылочки, ну, поместила объявление. Вот, я увидела и практически сразу как бы Феликса себе взяла. Ну, то есть, да, в какое-то время в приюте он немножко пробыл. А Феликса сколько? Он же не молод уже, да? Ну, ему 7 лет. 7 лет? Средний, то есть такой мужчина в самом расцвете сил. В самом расцвете сил. В меру упитанный. Хотя уже не в меру, потому что моя соседка по квартире вообще не жалеет ему едулечки. Я, знаете, еще почему про него спрашиваю? Потому что вот в такой церковной тусовке очень часто тема животных обсуждается, потому что мы, с одной стороны, их очень любим, с другой стороны, есть такой, ну, вообще христианский подход, что все-таки человек от животного отличается. И вот в вечности, о которой мы с вами сегодня, кстати, говорили, да, о людях, которые ушли. Вот с людьми мы встретимся, а с животными, ну, не факт. Ну, это такое вот отвлеченное богословие. А вот кто-то, наоборот, считает, что животные напоминают нам о рае. Вот вы как все это ощущаете? Мне кажется, что мы после смерти будем довольно сильно отличаться вообще от того, что мы являем собой при жизни. Это правда, да. Да, я не думаю, как бы, вот честно говоря, насколько это будет актуально. Но, конечно, вот... То есть на Феликса планов вечности у вас нет? Мне бы, скажем так, я же очень хотела умереть, когда у меня Алешка погиб, и я думала, ну, вот хоть бы Феликс меня пережил. То есть я тогда очень хотела, чтобы Феликс и мои родители меня пережили, чтобы я умерла вообще раньше всех. Но сейчас, как бы, я уже перестала хотеть умереть пораньше. Но Феликс все равно пусть живет. Да, пусть он живет. Ну, как бы, я знаю, что коты живут вообще в идеале до 30 лет. Ну, бывает такое. Ну, хотя бы, ну, 20 лет пускай он проживет. Ань, у нас с вами финал. Я хочу вам предложить цитату из Рильки. У него есть, не из поэзии, у него есть письма к молодому поэту. И он там говорит, достаточно почувствовать, что можешь жить и не писать, и тогда уже вовсе нельзя стать поэтом. Согласиться нельзя возразить. Где вы поставите знак припинания? Да, я здесь соглашусь на самом деле, потому что, ну, если я перестану писать, я умру. То есть, когда Алешка погиб, я, меня удержала тогда вот одна единственная вещь, то, что я пишу. Вот. Если бы не это, ну, как бы, мне вообще бы ничего не держало. Не знаю, то есть... Потому что сострадание к родителям тогда для меня уже, например, было, ну, довольно отвлеченной вещью. Мне кажется, что, ну, настоящий поэт это, ну, такое существо, которое, в принципе, завязано на то, что он производит, скажем так, собой производит. Если ты можешь не писать, то, ну, если ты... Вообще, мне кажется, что если ты понимаешь, что ты можешь не писать, то ты поэтом и не был. То и не пиши. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Это была Анна Долгорева. А мы продолжим писать «Порсуны» наших современников ровно через одну неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова